Куменбиги, мы сегодня в Калининграде на двойном матче. Матч Медиалиги и матч финал женского Кубка России между Зенитом и ЦСКА. Сегодня, поскольку мы приехали на футбол среди девчонок, со мной оператор Тоня. Тоня, помаши рукой, пожалуйста. Привет. Вот, это Тоня, она сегодня будет снимать героически все это безумие. Сразу, если у вас есть кнопка лайка внизу под этим видео, сразу же ее прожимайте, и у вас будет обязательно сексуальный партнер в ближайшие две недели. А мы начинаем, погнали! Ранясь! Здравствуйте. Вы же из армии, правильно, вот эти вот все? Ну что, как делишки? Замечательно. Давайте, больше эмоций, потому что Зенит сказал вас нахлобучить сегодня еще жестко. Мы ЦСКА, мы победим. Кто сказал? Я сказал, армейцы Москвы. А в данном случае... Ага, так, еще. Ваш ответ теперь, он сказал, теперь ваш кричалка? Красный, синий, самый сильный. Он сказал только, что вы сейчас забыли? ЦСКА всегда будет первым. Вот мы, здесь мы, и всегда, всегда, всегда мы вместе. Вот мы, здесь мы. ЦСКА всегда на первом месте! Теперь ваша очередь. ЦСКА всегда будет первым. Так, теперь вы? Сейчас. Три кричалки у фанатов ЦСКА, друзья. Мы пытаемся найти четвертую прямо сейчас. Сейчас, дай я вспомню, подожди. Давай начнем по порядку. Да уже по порядку мы начали. Уже продолжаем, уже три было. Антиспартаковские. О, антиспартаковские? Давайте, интересно. Я не буду это кричать. А что, боишься? Сделай тушенку из жирных свиней. Есть еще одна кричалка? Давай, погнали. Игорь, Игорякин, Феев, эй, эй! Пришли на женский матч, нормально. На кого стоит обратить внимание из игроков? Кто самые крутые у вас? На Элю. Ну, Тодла, конечно. Мясникова. Африканские наши девочки, они все. Как их зовут? Мясникова, кстати, симпатичная. О, замутил бы с ней? Конечно, с удовольствием. Напиши в Директ в НСТ. Юля Мясникова, я приглашаю тебя погулять. Брата в Директ, ну ладно. Ну давай, говори, она будет смотреть, давай. Да, вот, Юля Мясникова, я приглашаю тебя погулять в Калининграде. Приглашаю тебя на свидание. Ваш покорный фанат Яковенко Никита Михайлович. Слушай, а какие у тебя еще преимущества? Ну, чтобы Юля посмотрела и такая, типа, ну, в целом можно сходить. Я сварщик. Это, в принципе, самый жирный аргумент, который может быть у молодого человека. Ну, то есть, в целом на тебя лучше не смотреть? Пока ты... Что, простите? Играет на гитаре. Играет на гитаре? Ось, играй нам что-нибудь. Погнали. О-о-о, моя оборона. Нормально? Да-да-да. Это как раз Мясникова наш защитник. А еще, еще что-то. Границы ключ переломлен пополам, А наш батюшка Ленин совсем усоп. А на фурошке на моей серп и молот и звезда, Как трогательно серп и молот и звезда. А Мясникова, вы споешь на свидание? Ну, конечно. Какую бы ты песню подобрал для того, чтобы вот сказать ей, Юль, вот послушай, сейчас вот для тебя прям спою. Моя бабушка курит трубку. Юля недавно говорила, как раз, что после 30 она как-то неважно себя стала чувствовать. И ты такой, типа, сейчас по больному тебе бахнем. Ладно, желаю тебе удачи. Юль, если вдруг тебе прям вот настолько сильно нечего будет делать, то, ну, в целом можно попробовать. Да. А Коминшоу знаете такое? Нет. Канал о футболе? У нас полмиллиона подписчиков, кстати. Ютуб или где? Накрученный? В смысле накрученный охренел, что ли? Настоящий. Абсолютно. Мы пробили несколько дней назад. Здрасьте. Лёха, здорово. Вот, видите, меня узнают. Здорово. Узнаю, я тебя посмотрю постоянно. Вот, видите? Расскажите, он скалатронам, они еще не знают. Футбольным беги. Футбольный беги. Сергей Егоров. Мой робот. Свободен. А вам сколько лет? 56. Что бы вы дали, какой совет 15-летним подросткам? Спортом заниматься. Занимаюсь. Занимаюсь? Кто ты? Да. Пресс покажи. Стоит в этих штанах женских. Нормально вообще? Как вы поняли, что это женские. Матери, верни штаны. Вообще молодец. Я все твои выпуски смотрю, и ты вообще вот такой большой, креативный чувак. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Все. Всего хорошего матча, до свидания. Как дела? Отлично, все хорошо. А можете остановиться по-братски? По-братски могу. Классно у вас? И вот как вот кастомизировали шапочку свою? Случайно. Просто упали в буквы? В говно упал, и смотрю, вот, буковки появились. А как ты вот в говно упал, и получается у тебя ЦСКА в Виннер написано? Не знаю, вот получилось. Коням не обидно будет, как думаешь? Да не, мы же за них пришли. А шарф в Балтике? Да, да, как хочу. Вот тоже видишь. А ты шарф-то куда упал? А я вытирал, вот получилось Балтик. Небольшое включение, друзья. Прямо сейчас, в середине выпуска, как узнать, что мы находимся недалеко от Европы? Посмотрите. В Польше включили радугу для того, чтобы мы здесь с вами просто охренели. Вон она там горит, видите? Все, убегаем скорее. Никакого влияния. Убегаем, чтобы не видеть этого. Пойдем, пойдем с нами. Мы с тобой сегодня встретились, я тебя поднял на руках. И ты сказал, что я зря это сделал. У меня чуть швы не разошлись. А так обычно, кстати, бывает, когда девчонки меня видят. Знаешь, что мы собираем сегодня? Мы собираем стереотипы о женском футболе. Давай. Ну что ж, девочки не должны играть в футбол? Почему? Вот, а я тоже говорю, почему? Это самый большой стереотип, кстати говоря, мне кажется. Потому что, ну, играют же вот они в баскетбол, да, например, девчонки. Хотя никто не говорит, что они не должны играть в баскетбол. А с футболом есть такой прикол. Я, естественно, так не считаю. Хорошо. Ну, мы тоже так не считаем, поэтому приехали на финал женского кубка. Что еще там обычно говорят мужики, которые... Ну, немного всего говорят. Нет, но я с каким-то, если честно, даже согласна, наверное. Опа! Вот этот контент нам нужен, давай. Смотри, я могу сказать то, что по физухе вопросов нет. Девочки проигрывают парням. Но я считаю, что на хрена сравнивать-то. О, лесбийных много, кстати, в женском футболе? Ну да, достаточно. Процентное соотношение в одной команде сколько? 50 на 50. Я вообще считать не умею, хрена узнать. А, ты еще считать не умеешь? Не умею считать еще. Друзья, если вы искали себе хоть какую-нибудь невесту, то, пожалуйста, вот Ольга, она как бы вам идеально подойдет, она ни хрена не умеет. Я умею играть в футбол. Кому это нужно? Тоже верно. Вот и все. Поэтому, друзья, напишите хоть кто-нибудь ей. Но мы это не будем вставлять же, да? Конечно, нет. Недавно увидел проститутку в клубе. Так. Тоже говорю, мы же не будем вставлять. А ты точно не от Куменшоу приехал, от РФС? Ну, РФС, да. Российский футбольный союз. Сегодня для Российского футбольного союза снимаю репортаж. Друзья, вы просили что-нибудь классненькое, что-нибудь зажигательное? Вот. Проститутки, болезни и вообще все будет классно. И сериалтифа о женском футболе. Давай. Да. На кухню. Все. Бегом. Пойдем посмотрим, что находится внутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чего у вас интересненького? Рассказывайте. Что? Меня потом куда-то в канал ваш? Да, в наш канал. Знаете наш канал? Я буду стесняться. Ну, не надо стесняться. У вас картошка уже с шашлыками. Чего вам стесняться? У вас все хорошо сегодня будет. А где ваша аккредитация? А, вот. Сразу видно. Министерский сотрудник. Это мы вообще легко сейчас изобразим. Смотрите. Тут есть даже зона, офис пресс-службы РФС. Вы за кого будете болеть сегодня? Не буду говорить. А у вас это, это ваш мужик, вы, в смысле, муж на заставке компьютера? Да, это мой муж. Красивый такой. И вы красивые. Муж-то где? Муж с детьми сидит. В Москве? Да. А вы здесь? А я здесь. Едите шашлычок без него. Надеюсь, вы не будете этого класса. Нет, ну что вы. Конечно же нет. Нет, мы же просто снимаем для того, чтобы сами посмотреть и как бы получить удовольствие. Ну все, идите. А передайте привет мужу. Вот он сейчас сидит с детьми. Сколько детей? Два. И вот он сидит, и вы здесь. Говорите ему. Сашечка, спасибо тебе. Привет тебе. Все. Спасибо за что? За то, что сидишь с детьми. Драгоценный мой муж, самый лучший просто на свете. Вот что такого он сделал? Что такие? Вот он самый драгоценный. Все, все. Да у нас что здесь вообще? Это мужская, мужская, женская. Футбол. Мужская, женская. Все, нет. А вы за кого болеете будете сегодня? Не скажи, не скажи, не скажи. А вот это скажите, чем он нас покорил? Одно из двух. Игрой на гитаре. Серпимола, ты звезда. Юль. Удачи. Что вы подписали сейчас? Ну что можно за чем открывать? Что это было? Ну конечно. Ну расскажите. Договор на стадион. Только сейчас подписали? Поэтому они, кстати, ждут так долго? Понятно. Вы за кого будете болеть? Честно только. Я за честный футбол. О, честный футбол. Красивый. Понятно. Если серьезно, у нас честное шоу. За честный футбол. Вы прям весь матч будете смотреть, даже не уйдете никуда? Наверх уду, на трибуну, меня здесь не оставят. Это техническая зона. Все, хорошо, мы тогда придем и проверим, будете ли вы весь матч смотреть. Хорошо. Встретимся на 85-й. Договорились. Мы проконтролируем, потому что на что? Честное шоу. Все, увидимся. Только тихонько. Не спались. Сейчас. Кому там пишешь? Алло, Леха. Что, как дела? Все, нормалек. Что, прям вот это снимаешь? А что ещеешь с тобой делать? Смотри, там опасно у себя гол будет. Не будет. Так же, как и в твоей карьере больше не будет голов после того, который ты забил. Ты меня проклял, ты понимаешь? Ты проклял. Давай как-то, Розетта, расколдуем тебя. Я вчера пришел в ТЦ, и все мне говорят, когда Малеров забьет гол. Я говорю, ребята, если бы это от меня зависело, он бы уже давно забил. Ну, походу, это не случится, да? Так, ну что, мы в комментариях придумываем тебе челлендж. Я опять после чемпионата, я что-то делаю. А не, подожди, вот я забиваю, а ты будешь что-то делать? Если он забивает, чего не случится, естественно, тогда придется что-то сделать мне. То, что предложат отписчики. Да, да, да. Что-то жестокое, вот тебе прям жестокое. Давай, давай, без проблем. Потому что я это сделаю. Давайте тогда в комментариях предложим наказание для любого из нас на любой случай жизни. Окей? Да, да, договор. Все, забились. Да, как всегда. Я смотрю ваше шоу. Обычно такое мое шоу? Да, Лига справок, вы там задаете вопросы людям. Два НДФЛ, там, все мои любимые. А вы готовили эту шутку, да? Нет, она как бы встроенная, как сода в съемной квартире, всегда, знаете, на дальней полке стоит. Лучше готовьте шутки. Один только вопрос. Что вы здесь делаете? То, что и вы. Я сияю, а вы? А, а вы не видите, что я тоже? Заготовленная шутка? У нас здесь, нет, у меня экспромт всегда, но я просто как бы умею. На опыте? Да, естественно. Слушайте, а чем пахнет от Дмитрия Губерниева? Успехом. Зачем вы его нюхали? Мне нравится. За кого болеете? Честно только. Можно за ЦСКА я болею. За ЦСКА? Да. Потому что вы Динамовка? Ну, пусть так будет, да. Это типа братские клубы? Или сестринские, как правильно? Как вам нравится больше? С вами по-любому. Потому что вы Мария Орзл. Ведущая федерального канала. Наш канал называется Коминшоу, знаете такой? А, да, ну конечно. Там есть программа «Но так нельзя». С двумя потрясающими ведущими. Так. А смотрели ли? Да, эти два потрясающих ведущих теперь мои коллеги, они амбассадоры. Блин, наконец-то вы с Дюбой снова вместе. Да. Так и что, кстати, немаловажный вопрос. Мне не дают аккредитацию канал Матч ТВ на Матч РПЛ. Да. Знаете, кто мне блокирует эту аккредитацию? Александр Тащин. Все хорошо, классно. Как сделать так, чтобы он простил меня? Не надо меня показать. Я даже не знаю, как сделать так, чтобы он меня простил, поговорить. Не, на самом деле я очень хотела, например, попасть в Калининград. Вот я попала. Вы впервые здесь? Да. А где были уже? В Зелено... Блин, я все время путаю. Сейчас, подавите. Светлогорск, Светло... Светлоградск и Зеленогорск. Нет, Зеленодольск. Зеленодольск. Зеленодвинск. Нет, подождите. Зелен... Зелено... Зелено... Мы любим... Мы любим Калининград, если что. Да. И Зеленодвинск. И Зеленодольск. И Зеленоградск. 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 Точно. Так же вот котики. Котики, да, классно. Я тоже вчера там был, но вас не видел. Было темно. Я тоже вечером был. Да? Да. Ну что, а теперь все котики здесь, друзья, в этой ложе. Мяу. У меня завтра в 10 утра самолёт не проспать. В 10 утра у меня в 11. Вы уральскими летите? Аэрофлотом. Я же ведущая федерального канала. Кто на что учился, мой друг? А можно к вам прикоснуться? Хочу потрогать вас немножко, прикоснуться, так сказать, к успеху. Нормально, нормально. Я тёпленький завтра. Успех, он всегда холодный. Расчётливый, как Александр Тащин. Так, ну что? Вот поэтому он, наверное, вам не даёт. Вы, наверное, гадости про него говорите. Нет, а я разве гадость сказал? Холодный, расчётливый. А как ещё становятся генеральными этими директорами всего на свете? Он умный. Вот. Умный, добрый и прекрасный человек. Замечательный руководитель. Я практически уже готов пожениться с ним. Вам может и понравиться. Я там была, мне понравилось. Где там были? Замужем. Ой, вы такие шутники на федеральном телевидении своём. А как устроиться на федеральном телевидении? Вот я, например, начинающий репортер. Какими качествами я должен обладать для того, чтобы вы меня взяли на работу, например? Ну, я через постель устроилась. Это жоу-бизнес. А честная журналистика вообще есть у вас там на канале? Или только все вот так вот? Серёжка Дурасов, я тоже не понимаю, как он. Он-то как? Он тоже через постель. На телевидении, вы понимаете, там все. Нет-нет, да через постель, поэтому... Друзья, в Ютубе у нас всё по-честному. Так что, если вдруг вы смотрите на этом моменте, поставьте лайк. Потому что это сделает нас популярнее людей, которые просто без конца трахаются для того, чтобы их показывали по федеральному телеканалу. Лига вместе, чтобы побеждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Вы капитан команды игристы Брук Бойс. Я просто вас до этого видел. Брук Бойс. А, Брук Бойс. Я капитан команды. Сфотографируйте нас, пожалуйста. Всё, спасибо. Спасибо. Что кони едят в перерыве? Я пью виски и ем рис Мюллер. Миллер. Мюллер. Вы же зенитом играете. Миллер. Миллером закусываете. Правильно. Включаемся немножко. А где коньяк? Вип-ложа. Какой-то лоз... А, вы не проносили, он уже там был. Не, мы его принесли. Мы его выпили в ложе. Потом он у нас закончился. Мы сходили туда и второй раз идём туда. Как пронести на стадион алкоголь? Вот у меня не получается никогда. Расскажите секрет. Ну, я с девушкой шёл. Девушка принесла там, где проносит фаерам. Давайте найдём её. Её далеко искать. Пойдём, пойдём. Мы не торопимся, пойдём. Из-за неё и ввели фан-айдия. Потому что её поймали как-то с фаерами. Ага. И ввели фан-айдия. Где она? Вон на той ложе. Видите, вот слева. Где Калининград написано. А, вы можете ей позвонить, чтобы она нам помахала? Вот там, Калининград, написано, девушка стоит. Алё. Вы не звоните, я вижу. Да, она не слышит. Да, хорошо. Привет. Только быстро, здравствуйте. Девчонка, стоит за камерой. У меня сегодня тоже Тоня. Поприветствуй Тоню как-нибудь. Как вы там операторки друг друга приветствуете? Как тебя зовут? Я Алина. Алина и Тоня. Сегодня героиня нашего, собственно говоря, вечера. А вот скажи, то, что нас снизу снимают, это нормально? Не уверен. Лучше бы приподняться, да, и немножко так прохит. Не очень ракурс, да? Да. Так, ну что, мы поменяли ракурс, и теперь кажется, все прекрасно. Как так получилось, что ты стала оператор Кой? Где ты повернула не туда, тем более на Матч ТВ? Ну, вообще, я рекламщик, а потом как-то получилось, я стала на Матч ТВ оператором. Я не знаю. Чего началось? Как это так случилось? Тоня, он училась, знаешь, сколько лет, чтобы со мной работать? Ну, мне понравилось два года, чтобы здесь быть. У меня стаж два года здесь, а до этого я еще была на волейболе по локомотиву. Она снимает только что-то, видимо. Полина, Полина. А, Полина. А ты, Алина. Слушай, Лех, у меня на один вопрос. Давай. Ты же с Малеровым это там общаешься, да? С Малеровым общаюсь. Смотри, значит, к тебе вопрос, просьба. Ты можешь написать ему, сказать, что он подарил футболку? Потому что он выпендривается, что он сильно медийный, что у него футболку просят аж оттуда. Откуда? Прям вот оттуда он говорил. У меня тогда встречное предложение. Я дам тебе эту вонючую майку Малерова. Давай. Но ты придумываешь наказание, если он до конца сезона так и не забьет. Конказ? Прямо сейчас. У тебя 10 секунд. Блин. Как-то нелепо остался без майки, брат. Вас загнали, да, сюда? Так то есть... Загнали, говорит, цена? Нет, нет, никак нет. Так загнали или нет? Никак нет. А вы вообще, как бы, где, расскажите, чем занимаетесь? Что это, я просто не совсем понимаю. Служим или все? Родине. А, Родине только. Хорошо. Родина Медиа, кстати, не вышла в Медиалигу в полуфинал. Так бы ей служили, да, получается? Получается, нет. Как нет? Это же Родина. Нет, не той Родине. А еще разной? Своей стране служим. Так лучше? А, стране. Все, понял. Матч-страна тогда получается. Канал. Все, спасибо. Все, давайте, пока. Откуда у тебя медаль? Кто тебе дал ее? Мы на турнире выиграли. А можешь мне подарить, пожалуйста? У меня никогда не было медали. Нет. А кто-нибудь, можешь мне медаль подарить? Давай. Спасибо. Нормально? Забираю? Точно? Друзья, среди всех журналистов России я занимаю ровно второе место, потому что на первом, вы сами знаете, Андрей Панков. А вот моя медаль за второе место. Братик, от души. Я приехал из Москвы понюхать, как пахнет Балтика. Это твой парень? Нет. Знаешь, у меня медаль есть. Класс. Пойдешь со мной? Да. А куда надо? В кафешку вечером. Обязательно. Серьезно? Конечно. Пошли, давайте это все прям... О, привет. Привет. Ага, ну я знаю. Писней? Нет. Я уже дал интервью, я сказал, что я люблю женский футбол из-за сисек. Что еще какие-то вещи вас привлекают в целом? ЦСКА. ЦСКА? Да. И большие сиски? И большие сиски, конечно. Как всегда, по классике. Может, первым всегда. Естественно, да. А вы почему здесь? Ну, как бы, я понимаю, у друга... Нет, нет, я не из-за сисек. А вы как бы не... Ой. Ого! Ого! Вы из этих? Из тех. Арестуете меня? Нет. Поедем в отдел? В отдел? Да. Ну, если будете нарушать, то поедем. А вы прям с вами? Можно как-то с вами, чтобы поехать? Как-то нарушить именно так, чтобы вы меня забрали, а не кто-то другой? Не получится. А вы не это? Выходной. Давайте завтра нарушим что-нибудь. Завтра посмотрим. Во сколько можно нарушать уже? С девяти. С девяти? С девяти нарушаю что-нибудь. Нарушайте. Мяч ворота команды. Тяни, тяни, тяни. Забила матешка Смирнова. Номер 10. Так, с нами неуловимые Бигги. Никак не могли тебя поймать. Скажи, пожалуйста, почему Бигги? Все знают, а я не знаю. Как так вышло, что тебя стали звать Бигги? Моя девушка, так как я придумала это название. Догадайся, почему. У тебя большие линзы? Нет. У меня большой х**. Спасибо. И ты сдалась? Я не понимаю, я сейчас прибежала из вип-зоны. Кайфовала там, да? Какой кайфовала? Пока люди играли. Я там три раза заплакала. Три забили. Она принесла фонерации. Помнишь, о чем говорили? Лучше тебя не знать, что он про тебя говорил, честное слово. Короче, ужас. Это просто валидол нужен был. Какой валидол 4-1? Изнасиловали просто Зенит. Можно так говорить? Вам можно, вам можно. Нам нельзя. Спасибо большое. Кто эти 11? Кто эти 11? Это просто моя семья, которая сделала то, к чему мы идем. И выполнила мою мечту. Потому что я хотела выиграть, конечно, три трофея. Но если мы выиграем два, это тоже очень будет супер. Это корона. Это корона? Меня коронировали. Спасибо. Была бы она помоложе, я бы вообще женился. Но я уже жената. Все за этим? Ой, блин, замужем. Ужас какой. Еще раз скажи, пожалуйста. Если Надя Смирнова не лучший игрок, то я заканчиваю. Такое вот окончание карьеры у человека. Ну, я просто предсказываю будущее. Я не могу спокойно стоять. Красиво, когда договаривались, окей? Давай. Мужчину не сбей только. Ну, надо свести. Мы рады. Ты плачешь? Это от счастья. Так не первый раз уже зенит нахлобучили. Ну и что? Ну, с таким счетом, такая игра. Огонь вообще. Кому посвящаешь победу? Маме, папе и всем своим близким и родным. Я их очень люблю и большое им спасибо. Пикачу, привет! Привет! Мумак, 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 мумак! Меня! В прошлом году, в начале, в первом круге мы проиграли дома, проиграли очень обидно. Поэтому мы были по-спортивному, очень злые, очень настроенные, что показали мы и во втором круге в последней игре и сейчас. Ну и кубок должен быть армейским. Я очень горда собой, я передаю привет бабушке, дедушке. Это мои самые главные болельщики, которые за меня всегда очень сильно болеют. И я безумно рада, что я сейчас приду в раздевалку и напишу им смс, что мы победили. В раздевалке вы перед игрой проверяли, есть ли джакузи? Проверяли? Нету. Нету? А что делать? К сожалению. Будем в душе радоваться. Все, погнали. Увидимся в раздевалке. Иди к болельщикам, вот там все девчонки ваши. Здравствуй. Здравствуй. Ну что? Какое это по счету? Второй. Три. Покажи пальцы эти фантастические. Третий. Третий. Третий всего кубок. Атрофея всего. Раз, два, три легко. За карьеру сколько трофеев всего у тебя? Да, я не считала. Ты с ума сошел, что ли? Конечно, блин. Нормально. Ну еще как Славке? Тяжело было смотреть за девчонками? Сильно переживала? Ты видел? Видел. Слышал? Ну, по-моему, изи победа была. Ну, изи победа была, там что-то не очень изи была как-то. А почему, извините, такой слабый сегодня? Или вы такие сильные? А ты у них спроси. Это не они, это слабые, а мы сильные. Как настраивались? Какие слова тренер говорил в раздевалке перед игрой? Ну, расскажи. Ну, чуть-чуть хотя бы. Какое-нибудь одно слово. А все как обычно. Одно слово какое-нибудь. Столица одна, столица Москва. Что тебе еще нужно? Все, мне было... Все. Достаточно? Нет, ну, майку еще ты обещала. Майку обещала? Майку обещала. Просто обещала. Меняться не будем, да? Не, не будем. Григоряна же нет. Слава Богу. Упаси Господь. Супер. Ну так, друзья. Классно. Вообще. Такой у меня в коллекции еще нет. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. С победой. Как праздновать будете? План есть? В джакузи нету. Очень жалко. А, вот все уже узнали, что ее нет. Шампанское? Первое. Обязательно. А, нет. В душевую сказали, пойдут все. Ой, нет. А мне очень душевая. Привет, девчат. Пару слов можно? Что не получилось? Многое. Сильно переживаете? Или еще возьмете свои в чемпионате? У нас еще весь чемпионат впереди и все самые интересные игры впереди. Какое лучшее лекарство от поражений? Как вы приходите в себя после неудач? Почистить карму нужно. Что? Карму почистить. А можно, пожалуйста, у меня подарок для вас? Какой? Сейчас, секунду. Я забрал у ребенка, теперь отдаю вам. Спасибо большое. Второе место? Почему? А вы какое заняли сегодня? Второе. Ну вот, все, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, у меня к тебе рабочая просьба. А рабочая сторона? А, прости. У меня не рабочая, да, мне без разницы? Что? Рабочая просьба. У нас есть подкаст «Плохие футболисты». А, знаю, знаю. Притащи своего мужа туда и приходи сама. На самом деле мы разговаривали уже. Я когда иду в тренажерку, я включаю всегда ваши подкасты и слушаю. Да, я смотрю. Так. И я услышала, что Денис якобы обещал вам прийти и так далее. Я прихожу домой, ему говорю, ну ты же обещал. Он говорит, ну ладно, ну пойдем. И потом Ира мне пишет и Тарасов. Ну и короче, да. А теперь я еще. Да, и мы придем. Все, ждем вас. С победой. Поздравляю, вы крутые. Кажется, есть одна традиция каждый год, которая неукосительно соблюдается. Че так легко? Я сама не знаю. Не скучно было? Чуть-чуть во втором тайме. Но я чуть интриги подала, а так нормально. Спасибо. Спасибо за интригу, а то мы там заскучали. Как праздновать будете? Мы пить не будем. Как в прошлый раз. Ага, знаю я вас. Опять в самолете будут стюардессы ходить, ругаться. Пока мы едины, мы непобедимы. У нас впереди еще пять игр и мы обязаны выиграть чемпионство. Поэтому, правда, пить не будем. Все, хорошо. Увидимся после сезона. Я думаю, что тоже вы ко мне не подходите. Вот подошел. С какими чувствами вы агроном? Мы напоминаем для тех зрителей, которые нас не смотрели до этого. Где хорошую траву взять? А какую вам? Какой сорт вам нужен? Вы агроном этого стадиона. И с какими чувствами вы смотрите на все, что происходит прямо сейчас с ним? Кстати, вполне себе спокойно. Такой некоторый дзен ловлю. Очень переживали, что будет миллион человек на поле. Подождите сейчас больше. Да-да-да, сейчас немножко подождем. Пока, поэтому спокойно. Ну, попозже можно спросить. Можно, можно. Потом, спустя час где-то, можете подойти. И вот потом уже до-после. Так приятно, спасибо. Друзья, сейчас прямо после женского финала вы посмотрите репортаж, небольшой репортаж с матчем медиалиги между Эгресси и Брокбойс. Не приключайтесь, можете поставить лайк, если вам нравится. А теперь погнали, 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 погнали. Скажите, пожалуйста, как стать таким же богатым и успешным, как вы? Как любить свое дело, отдаваться ему полностью? Я как бы в целом не интересуюсь. Что мне нужно знать, прежде чем сегодня с кем-то общаться? Может быть какие-то установки есть? Во-первых, главное не уходить с бровки, потому что вся движуха происходит здесь. Как назвать вот эту петушиную фигню, когда два человека стоят, орут друг на друга? А что ты сказал? А ты что сказал? А два человека вокруг них снимают на телефон. Как это называется одним словом? Хайп. Они когда-нибудь подерутся, просто я ни разу не видел, чтобы они дрались. Они просто это так... Слушай, ну они подерутся точно и сделают это внутри боксерского ринга. При непосредственном участии Камил Гаджиева на площадке Fight Nice в марте. Огромный карт, где несколько боев звезд медиалиги. До чего мы дойдем? Вот бои, а дальше что? Дальше интеллектуальные квизы. Это вряд ли. А зрителю понравилось? Да, зрителям, знаете, не такое нравится. Они мое шоу даже смотрят. Поэтому к ним вопросов вообще нет никаких. Слушай, они Костю Генича перед туром смотрят, поэтому ничего. А, премию? Да, премию. Там грех не смотреть, там классно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал, вы фристайлер? Так точно. Рифма на слово медиалига. Ну я футбольный фристайлер, а не рэпер. Рифма на слово мяч. Так я футбольный фристайлер. Очень плохо, спасибо. Спасибо. Драка когда будет? Ну я думаю минут 10 точно. Минут 10? Да. А ты будешь махаться или просто будешь смотреть? Я буду разнимать. Здесь 10 минут и идем? Да. Ну рассказывайте. Мы вообще местные. Группис? Нет. Ну типа когда местных берут болеть за команду? Да, да, да. Ну мы пришли сюда, чтобы поболеть, поддержать команду. Так, какую? Команда беленьких. А какое-то объявление было или как вас позвали? Через знакомую. Через знакомую. Кто знакомый? Дмитрий. Дмитрий. А фамилия? Губка. Дмитрий Губка. Да. А штаны у него какие? Где он? Где он? Какие у него штаны? У него квадратные штаны? Нет. Я просто уточню. Я просто растерялась, где он. Это куда-то пойдет вообще? Это нет, это фото. Фото с микрофоном. Я так понимаю, тебе очень интересно, поэтому ты здесь сидишь и просто как бы кайфуешь. Просто нет, идет дождь. А ты что, сахарная? Нет. Просто я только как бы… Давай, придумай быстрее. Нет, я просто переболела. Я переболела, да. Переболела? Чем? Растыла. Как лечилась? Работаю в спортзале и… Кем? Администратором. Я там занимаюсь боксом. Мой тренер Архан Байрамов. Приходите к нам в зал. Кушинская, 47. Кельнеград. Малая Исакова. Радуйтесь, пожалуйста. Радуйтесь. Приглашаем в гость его Дмитрия. Это он? Да, Дмитрий, Дмитрий. Привет, привет. Это все мои жены. Мои подписчицы. Они фанаты канала Губиния. Губиния. Я тоже, да. Приятно. Все, я не отвлекаю. А ты откуда его знаешь? У меня квартира в Мутищах. Он сам из Мутищ. Получилось так, что в одиннадцатом году мы познакомились. И сегодня… Поднялся пацан, да? 15 октября 2023 года. 12 лет прошло, получается. В Калининграде на стадионе просто он приехал. Я прилетаю. Я говорю, конечно, я приду в любом случае. Угу. И вот мы здесь. Нравится тебе? Да. Хотел бы с ним замутить? Замутить. Мы общаемся. Мы очень хорошие знакомые. Ну, на следующий этап хотели бы перейти уже? Ну, вот так, если бы, например, был шанс. Очень хороший парень. Поэтому… Что за вечно маскировать? Очень хороший парень. Да, вот это вот змеиное что-то. Скажи «да» и все. Все впереди. Будете в Мутищах жить в своей однушке? Да. Кайф? В однушке нет. Хорошо. Она понятна, зачем сюда пришла. Так, ты все. С тобой поболтали. Ну, а ты чего? Я просто компанию. Тебе кто-то нравится уже здесь, кроме меня? Ой, слушайте, я даже не рассмотрела еще никого здесь, толком. Да и я не смотрела. Посмотри повнимательнее. Повнимательнее? Ну, хорошо. Посмотрела? А они все спины с ума спреют. В смысле «они»? А кто? Кто это? Почему она плачет? Что случилось? Я не плачу, мне смешно. Она просто хочет уговорить его переименовать Губинью, потому что это странно звучит. Она как родителям будет рассказывать, чем заниматься ее муж? Он, как бы сказать, Губинью. Они такие, ты что, е**лась? Здорово, кумиры. Наконец-то к медийным мы подошли хоть раз. Здравствуйте. Ну, что там, наши женщины не… Она хочет тебя замутить, мы узнали, правда? Да, серьезно. Не, ну какие вопросы? Мы тише 2011, она сказала. Типа, forever. Да? Ну, это большое уважение. Она вышла, и все сразу стало хорошо. 1-0. Да, конечно, конечно. Ладно, вы какую роль здесь выполняете? Маскоты. Я мячи подаю, я волбой. Я маскот. А медиалига вам вообще как? А вот эти вот вы видели хоть раз, ну, вы по-любому видели, когда вот эти петушиные разговоры, когда стоят один на другого. У-у-у, вот это вот. Слушай, это вообще цирк. А вы можете разыграть? Вы же обычно эти штуки разыграли по-братски просто, я вас прошу. А я буду с телефоном снимать, как будто я Сергей Егоров. Сейчас, секунду. Погнали. Ну что ты, колхозник? Что она? Что там, блин? Это ланнюю письку показывает. Жестко, пацаны, очень жестко. Жестко. Это примерно так и выглядит. Так и выглядит, ребят. Как вы заводите команду в раздевалке? Мне сказали, что вы какой-то заводящий там. А вот заведите меня на эфир сегодня. Дайте мне прям вот заряд. Ты готов к хорошей игре? Забить гол готов? Да. Ну тогда выйди и забей гол. Есть какая-то скандальная история? Я просто сегодня первый раз на медиалиге. Хочется вот что-то такое. Грязи какой-то. Футболисты там не режимили перед ответственными играми. Могли там в какой-нибудь стрепухе застрять. В стрепуху ходят? Конечно. Ого. А рассказывали, как отдохнули? Нормально. Они сидели-сидели. Думаю, все, домой пошли. Не, ни хера. Взяли и арендовали до утра. Арендовали кого? Клуб. А, клуб. И остались там тусоваться. А женщин не арендовывали оттуда? Ну, я думаю... Конечно, да. Вот и сенсация, друзья. Да какая сенсация? В целом, как бы, база. Абсолютно, да. Пацаны пошли, отдохнули. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну, а ты что здесь делаешь? Ты выглядишь умной. Что-то умеешь? Умею готовить. Что лучше всего у тебя получается? У меня получается лазанья. Я тебя люблю. Спасибо. Я своей девушке целую. Она любит готовить лазанью для меня. И делает это лучше всех на планете. Ну, я вас поздравляю с этим. Спасибо большое. Прекрасно. Так, что еще кроме лазанья? Какие-то, может быть, умения, сверх навыки? То есть, 22 года, ты планируешь никогда не работать, сидеть на шее у какого-то классного мужика и кормить его лазаньей долго не получится, честно. Зачем я сидеть на шее у мужика? Я сама себя могу обеспечить... А, сидеть на лице? О, это моя любимая. Пятерочка. Вот эту тему можно вытракивать. Знаешь, чем взять. Ну, хорошо. Вот ты мне уже нравишься. Ну, я уже занят. Ну, к сожалению, так. Вот мало кто знает, но из-за близости к Европе Джаред Лето решил приехать сегодня сюда. Привет. Часто тебе это говорят? Что ты похожа на Джареда Лето? Если честно, да. Да? Валя, да? Скажи. Очень похожа. А там, когда я перекраю свои волосы вообще. Нравится. Кто? Трезидент Лиги. О, симпатичный, правда. Мне тоже нравится. Николай Осипов. Замутили уже? Да. Да, серьезно? А ты ему вот этот вот анакондо, который он, как сказать, заманил себе? Заманил. Прикольно. А я у нее спрашиваю, как стать таким богатым и успешным, как он. У тебя, ты знаешь, как он это сделал? Конечно. Я же с ним прошла этот пульс. А, прям сначала? Конечно. Типа за спиной любого успешного мужчины стоит женщина с лицом Джареда Лето. Правильно? Что ты стебешь меня? Я по-доброму. Ты, правда, симпатичная, классная. Тем более он президент, мне потом конец, если вдруг что-то не так. Правильно? Да. Отличный парень. Он очень добрый. Он отдает все практически деньги за билеты на благотворительность. Да, мы помогаем деткам. Сейчас помогаем маленькой Софии, которой полтора года, у нее рак почки. Сегодня она уехала, кстати, уже на операцию. Должна была полететь в одно место, но, к сожалению, не смогла, потому что там тяжелая ситуация. Она полетела в Польшу. Не прикладываем фотографии, потому что болельщики все время пишут, почему нет фотографий именно девочки. Потому что мне кажется, что это грустно будет. Неэтично. Неэтично. Когда у нас идет футбол, еще и фотографии прикладывать туда, где мы, знаешь, указываем, куда отправлять денежку. Согласен. Так мы общаемся, она приедет обязательно после операции уже в пятом сезоне, и мы ее покажем. Если вы так же, как у меня, были вопросы, зачем вообще существует эта медиалига, то, наверное, один из поводов это вот сейчас, который прозвучал. Кто тебе из девочек нравится? Из девочек? У нас тоже девочки играют. Мне нравится моя. Она вообще лучше всех. Коля тоже всегда везде это говорит. Я видела много раз где-то тебя. Вот где, не могу понять где. Вот не могу вспомнить. Ладно, рассказываю. Ну, тогда сразу расходимся, окей? Давай. Концерт у тебя в Олимпийском был, помнишь? Я в первом ряду стоял. Какой концерт? Что не так опять? Никогда ничего в жизни спокойно не будет, понимаешь? Я просто городской сумасшедший, который стоит и кричит. Как собака за грузовиком. Ну, это у тебя тоже ничего никогда не будет. Просто так спокойно в жизни, понимаешь? Согласен абсолютно. Да жизнь такая. Да. Слушай, почему я подхожу к знакомому и говорю, вот Дима Егоров. Они говорят, фу, блядь. Почему тебя не любят? Токсичность, понимаешь, превышает. Типа ты токсичный? Да. И как будете праздновать сегодня? Ну как, пойдем водку пить и автомат боксерский х**ить ночью. А еще сказали, что в стрепуху ходите. В стрепуху я не хожу, у меня жена. В смысле нельзя говорить? У меня личная стрепуха, короче. А, нормально, прикольно. Ты рекомендуешь или пока еще можно погулять? Какой бы ты совет дал? Слушай, ну вот у нас три пацана вчера дрочку ходили ночью, можешь у них спросить, но я тоже говорить не буду, кто. Ну они не супер довольны, одного не встал. А, ну это бывает. Ну да. Просто 30 всегда. Да, но ему меньше, ну ладно. Ну не будем говорить его имя, правильно? Да. Номер какой у него на футболке? Да Юра из СММ. СММ кто занимается у вас? Я. В чем проблема? Никаких проблем. Вообще? А то, что не встал, не сильно переживаешь? Нет. Просто, ну бывает. Ничего страшного. А как ты объяснил это вот своей партнерше? Почему не встал вообще? Это фуик информация. Все было отлично. Я наслаждался процессом. Я наслаждаюсь процессом, я не иду к результату. Ммм, прикольно. Это философия. Здесь есть эстетика. Ты получаешь удовольствие от обстановки, от процесса, от музыки. Все вокруг располагает к тому, чтобы ты кайфанул. А то, что там в конце, ну кого это и... Согласен. Встал, бывает. В Дрочильню вчера ходил? Нет, сегодня пойду. А какой рекомендуешь? Ну куда вчера пацаны ходили? Что сказали? Нормально там или нет? У нас отели напротив есть, но сказали, что нахеровая. Поэтому надо будет сейчас узнавать. Как раз у маляра надо узнать. О, а он женат, он не скажет. Он скажет. А, да? Да. Ну не под видео, не под запись, но скажет. А давай просто подойдем, сделаем вид, что не снимаем, и я у него спрошу. О, прикольно. Сейчас вернусь. Какая Дрочильня нормальная в Калининграде? Ну правда? Ну скажи, пацаны спрашивают. Ну хотя бы адрес. Улица какая? Ну спрашивают, вот там с Брокбойс. Правда. Максим нормальная? У них, оказывается, команда называется так, как она была медиалиния. В Дрочильню ходил вчера? Куда? В Дрочильню. У вас некоторые игроки ходили, несколько человек мне сказали. Это кто сказал? Дима и Егора. Игроки? Да, игроки, он сказал, ходили. У нас все игроки, значит может кто-то и ходил. Я не ходил. Почему не ходил? Да я даже не знаю, как на эти вопросы отвечать было. Почему не ходил? Ну почему? Все пошли, а ты еще не пошел. Кто все? Три игрока? Ну да, например. А если все с крыши пойдут прыгать, мне тоже идти? Ты говоришь, как моя мать. Ну что за предки сегодня игра? Какая еще ваша Дрочильня, блин? Ну о чем вообще? А? А? Рассказали вообще. К Диме Егоровой подойди спроси, зачем он мне это рассказал. Давайте просто покажем во что превратилась разметка на стадионе. Где агроном? Хочу с ней поговорить. Хочу посмотреть просто ей в глаза. Насколько они сейчас полны слез. Пока не вижу, но мы попробуем найти ее еще обязательно. Я так понимаю, сейчас команда определяет, кто будет участвовать в серии Bull Lethality. И пойдем посмотрим, кто это будет у Эгреси. Что он говорит? Не слышишь просто. Просто история. А, история? Интересная? Да. Берет Эгреси! Победа будет за нами. Сейчас посмотрим. Ну ладно, не переживай так. Что так переживаешь сильно? Волнуешься? Да. Не надо, как скажи сейчас, мои эмоции. Русские слова какие знаешь? Много русских слов. Давай, матерные, самые грязные слова, которые ты знаешь. Он тебя провоцирует. Зачем? Давай, давай, еще, еще. Он не знает слова провоцирует. Старик, ты чего издеваешься? Март? Скажи, Драчильня, по-моему, ты знаешь. В Драчильню ты ходил? Да, да, да. Понравилось? Да, да, да. Красавчик. Давай, давай. А где, в какую как называется? А? Драчильня как называется? Как называется? Арбатская. Арбатская? Да, да. Это где-то здесь или в Москве? Москве, да, да. Все, рекомендуешь? Да, конечно. И всем нашим зрителям. Вот, привет, привет, привет. Нарбатская, все идите. Все идите, Нарбатская. Давай. Драчильня. Давай, давай, давай. Супер, спасибо. Спасибо большое. Уходим в Драчильню Нарбатскую. Ты цвета подозрительно веселая для того, что ты видишь. Я забираю свои назад слова. Так. Людей достаточно много. Погода, ну, просто супер. И все как надо. А ты уже плакала сегодня? Еще нет. Но будешь. Я думаю, это возможно завтра. Но, в принципе, я думаю, что все получится, все будет у нас хорошо. К ближайшему матчу здесь будет нормально. Да, 100%. А разметка, ты видишь, там просто жижа для вейпа? Ничего страшного. Завтра все будет супер. Все. Есть что сказать? Я вообще вздеваюсь. Я не вздеваюсь, просто спрашиваю. Какие-то неразговорчивые ребята, как будто что-то случилось. Все, друзья, это была медиалига Так они орут, когда выигрывают Они там выиграли, они празднуют Это БрокБойса, обыграли Эгреси в полуфинале Чего-то там Если вы разбираетесь, напишите в комментариях, что это было Я не шарю Теперь мы наконец идем греться, есть еду и улетаем в Москву Потому что нахера мы вообще здесь остались Непонятно Всем спасибо за просмотр, друзья. Встретимся ровно через две недели. Надеюсь, будет посуше, потому что этот дождь уже порядком спал. Всем спасибо. Пока. Люблю вас. Друзья, если бы у меня была возможность загадать всего одно желание, я бы обязательно отменил фанайдинг. Спасибо. Не могу не согласиться. Это точно не выйдет. Это точно не выйдет. Это выйдет к ним, понимаешь? Спасибо, друзья. Коммент-шоу. 500 тысяч подписчиков. Подписывайтесь. Нам нужно 600. Все, мы побежали.